Вот уже три месяца, как Юрий Николаевич не берет ни капли спиртного в рот. Раньше максимальный перерыв между запоями составлял день-два. Сейчас все мысли пенсионера заняты огурцами, капустой и помидорами. В центре ему поручили наиважнейшее дело – выращивать рассаду. В трудотерапии, а также в ответственности за какое-нибудь дело, или куда важнее другого реабилитанта, и кроется секрет возвращения вчерашних наркоманов и алкоголиков к нормальной жизни. Когда люди находят здесь, чего им раньше не хватало, что им раньше не доставало, они, конечно, здесь восприваются духом, им нравятся, они увлекаются и смотрят на будущее уже с другой стороны. По-иному взглянула на свою жизнь и Людмила. В центре реабилитации «Любовь» она находится два года. Колодца женщина начала 14 лет назад. После развода с мужем сильно переживала. Подруга решила помочь и предложила выход – наркотики. Сперва мне казалось, что это нормально, что я могу бросить, что я не такая, как все наркоманы. Это они колются, а у меня все получится. Но к концу уже я поняла, что я не могу сама что-либо сделать. Сейчас Людмила не только не думает о наркотиках, но и дел имеет не в проворот. Выращивает скот, ухаживает за цветами. Каждому в центре нашлось дело по душе. Кто-то кашеварит, кто-то большую часть времени проводит в поле или на огороде. Здесь выращивают фрукты и овощи, держат кур, кос и кроликов. Посадили яблоневый сад. Недавно появилась на территории центра и баня. Ее, как, впрочем, и другие постройки, реабилитанты соорудили своими руками. Под силу им оказалось даже строительство целого корпуса. Со спальными помещениями, столовой, кухней и душевой. Сейчас здесь располагается мужской стационар. А к концу этого года в метрах 500 отсюда появится и корпус для женщин. Есть проблема, и люди хотят проходить реабилитацию. И мы хотим построить такое здание, чтобы женщины могли приезжать с детьми, чтобы у них были отдельные комнаты, чтобы было им комфортно. Сейчас пока это нелегкая задача, хотя две женщины и привезли с собой в центр детей. За восемь лет реабилитацию здесь прошли чуть меньше ста человек. А 20 реабилитантов обрели здесь не только веру в себя, но и новую жизнь, встретив свои половинки. Елена Бочкарева, Дмитрий Комаров. События. Навлинский район.